Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амигоны. Это реакция на Зенафига, Гарри Поттер и взрослая жизнь-переозвучка. Погнали посмотрим и сегодня ввалим хороший марафончик по Зенафигу. Погнали, погнали. Погнали, погнали. Ребята, все плейлисты в описании. Одно из самых простых искусств в нашем деле — это искусство левитации. Вингардиум левиоса? И способность заставлять вещи летать. И сегодня с помощью простого набора магических слов и парочки рандомных событий мы заставим взлететь цены на бензин. Позвольте сказать, коллеги, допускаю, что молодой человек и его друзья оказались в нашем магазине одежды случайно. Тем не менее, на мой взгляд весьма подозрительно, что они тут ходят уже 10 секунд, а до сих пор ничего не выбрали. Может вам подсказать что-нибудь? Вы же понимаете, что мы пока просто смотрим. Ну конечно, это же очевидно. А вы понимаете, что такие вопросы бесит, а покупателю хочется поскорее уйти? Ты можешь рассказать мне про тайную комнату? Шикарно! Ну, я готов! А, да блядь! Ты чё, поехавший? Это же за изживка. Ты что творишь? Что? Что это был за вопрос президенту? А чего? В стране куча проблем, население в жопе. Мне стало любопытно, почему и что с этим делать. Вот я и спросил. Да уверен. Многие так делают. Нет, не делают. По крайней мере, не на прямой линии с президентом на главном канале страны. А о чём ещё его там спрашивать? О проблеме анонизма среди профессиональных игроков в домино? Почему бы и нет? Между прочим, страна уже давно обеспокоена процветанием похоти и разврата в этом некогда величественном виде спорта. Пришло время действовать, Гарри. Гай. Ну давай. Пробуди в себе быдло. Мы же всё-таки в лифте. Носы в нём. Не-е-е-е. Добуквось. Легко. Мы станем невидимыми, и нас никто не заметит. А, мы используем мантию твоего отца, да? Не, притворимся промоутерами, и начнём раздавать листовки. Я, конечно, понимаю, у вас в каждом фильме детективная история. Но я не думаю, что вопрос, почему у Поттера всё ещё нет девушки, тянет на главную загадку. Я без понятия, почему у него нет девушки. Может, это потому, что он слишком женственный? О! Ты уж на меня не сердись. Вот это хорошо! А, это хорошо. Может, он слишком женственный? О! Нормально, хорош, хорош, понимаю. Что, сильно болит? Конечно, болит. Ещё как! Ты же покусал меня за ногу! Ну, ты уж извини. Обычно-то, в виде автоинструктора, я очень добрый. Но когда при мне путают лево и право, да ещё и парень, тут уж, как говорится, сам Бог велел. Добби, я депутат в маленьком городке, я ничего в стране не решаю. Сядь уже и успокойся! Сесть и успокоиться. Ох, Добби слышал о вашей доброте, сэр. Но ему ещё никогда в жизни не предлагал сесть. Депутат! Ну, на стул, по крайней мере. А разве достойных депутатов ты не встречал? Оу! Нет, не встречал. Я сказал сейчас ужасную вещь. О! Вы не представляете, как девушкам тяжело на диете. Когда нельзя ничего есть. Но оно того стоит. Я вот уже месяц сижу, просто результат пока не виден. И неужели тебе совсем не хочется есть? Конечно, хочется. Но меня спасают мои таблетки. Какие ещё таблетки? Обычные. Специальные диетические таблетки. Закидываешься парочкой таких, и голода как не бывало. Что? Диетические таблеточки. Такие они, если вы действительно отдаёте бесплатно стиральную машинку. Ну, вроде как. Скажите, а режимов у этой вашей машинки много? Да я без понятия. Я в ней просто стирал. Ох, как печально. Ну, так уж и быть, я её заберу. Это когда выставил просто отдать в добрые руки стиральную машинку. Или что-либо, а тебя расспрашивают об этом, да? А что здесь не так? А что там это? Забирай, чёрт побери, тебе это бесплатно дают. Господи, камон. Есть, есть такой момент, есть такой момент у людей. Сможете мне её привезти? Да нет, я же написал, что сама вы вас. Ах. Ну, конечно. А я уже говорил, что я одинокая мамочка. Мудак! У! Зам, мудак! Ты, блин, говно! Жопа! Да как же ты уже заеб... Петри, векус и талус! Вот. Всё-таки, хороший у нас корпоратив вышел. Приятно иногда вот так культурно собраться, попить чаю, поиграть в мафию без лишнего шума. Мисс Грэнджер вот вообще довольный, я смотрю. Как вам наше мероприятие, мисс Грэнджер? Мисс Грэнджер. Да мы с Гарри перед этим за горшами литрушку пива высосали на двоих. Так нам вообще хорошо. Нормально. Нормально так. Сейчас, сейчас будет сильно. Давай встречайся мне как друг! О-о-о-о! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Вот это жизненно, серьёзно, да, для некоторых, ребята, да? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Блин, за нафиг умеет зацепить какие-то такие весёлые, хорошие моменты прям. Актуалочки, актуалочки. Пришло время показать, чему ты научился за шесть лет учёвое. Смотришь его ролики и думаешь, что это жизненно. Угу. Тогда покажи-ка мне тёмного мага. Экспелиармус! Русского мага. Ляськи-масяськи! Ниленькую японскую волшебницу-школьницу! Доримпа-доримпа! Ну, так таковайненькая! Костючков Гриффиндору! Долинька-болинька, что? С вами о японских школьницах. Я рассчитываю в будущем переозвучить какое-нибудь аниме. И мне бы пригодились ваши пожелания. Какое аниме вам бы хотелось? Поэтому напишите название в комментариях. И залайкайте те, которые особенно были бы вам интересны. Спасибо за внимание! Ооо, уже все? Ну и в конце, по традиции, небольшой бонус. Ну что, Гарри, пришло время показать, чему ты научился? За шесть лет учебы. За гаражами литрушку пива высосали на двоих. Так там вообще хорошо? Шо? Контролируй некоторые звуки, которые ты издаешь. Гарри, ты что, поехавший? Ты что, зло... Что-то-то-то-то-то-то-то-то-то творишь? Одно из самых простых искус... Я, конечно, понимаю, у вас в каждом фильме детективная история. Но я не думаю, что вопрос, почему Боттера все... Блин, ну за нафиг просто гениален на самом деле. Ну, по моему мнению, это очень гениальный, крутой человек. Он делает действительно очень крутые озвучки. Правда, жалко, что он делает их редко. И все равно он делает на довольно-таки немалоизвестные картины, фильмы, мультфильмы. И это все равно большой риск делать, поскольку некоторые студии категорически против того, чтобы их как бы кадры там из фильмов или же из мультфильмов милицали как-либо на ютубе. Поэтому этот контент очень сложный по-своему, но на озвучку человек тратит очень много времени. И считаю, что, ребят, этого человека стоит поддерживать лайком. Да и он заслуживает даже лайком, его даже не надо поддерживать, он заслуживает лайкой. И каждая его работа наполнена весельем, радостью. И, в принципе, можно всегда теплым вечерочком поглядеть и поугарать. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.